Прежде чем мы сегодня начнем, хочу вам порекомендовать подписаться на мой собственный телеграм-канал. Я зарегистрировал совсем недавно, QR-код вы видите у себя сейчас на экране и можете перейти по ссылке в описании этого ютуб-канала. Телеграм-прошивкинс. Любые вопросы, комментарии, темы к видео приветствуются, пишите, будем общаться. Всем привет, добро пожаловать в очередное видео. Сегодня мы будем обновлять по воздуху наш замечательный iPhone XR до самой последней прошивки iOS 18.2.1. Сегодня у нас суббота 18 января 2025 года. На моем канале я уже показывал, каким образом можно по воздуху обновить телефон и с момента публикации видео набрало аж 52 тысячи просмотров. Ну что ж, видимо очень много людей не знают, как правильно именно обновить iPhone и сегодня я покажу еще раз этот процесс, как он проходит, но только на iPhone XR. В прошлом видео я показывал на iPhone 11. Итак, перед обновлением обязательно убедитесь в том, что ваш телефон полностью заряжен, желательно до 100%, либо до 80%, как в моем случае, потому что это очень важно. Теперь мы подключаемся к интернету, включаем Wi-Fi. Можно сделать это из настроек. Вот он у меня подключился к моей домашней сети. И что нам необходимо сделать? Нам необходимо зайти в настройки, основные, обновление ПО. Происходит проверка наличия обновления. Сейчас наш телефон ищет новую прошивку. Итак, как мы можем видеть, наш телефон обнаружил новую версию iOS 18.2.1. 1,74 гигабайта. Здесь мы можем прочитать, что эта версия содержит важное исправление ошибок. Она рекомендуется для установки всем пользователям. Итак, давайте посмотрим, какая прошивка сейчас у нас установлена в данный момент. Сейчас у нас установлена версия iOS 18.1.1. Возвращаемся назад. Нажимаем обновление ПО. И нажимаем обновить сейчас. Все. Как вы видите, обновление у меня запрошено. И нам необходимо всего лишь дождаться, пока прошивка скачается по воздуху. И наш iPhone сам обновится. Время ожидания скачивания прошивки зависит от того, какой у вас интернет. В моем случае остается примерно 6 минут. Ждем окончания загрузки нашей новой прошивки. Ребят, в случае, если вы заметили, что ваш iPhone слишком долго обновляется, или слишком медленно у вас загружается прошивка, и начинается разряд батареи, то вы можете подсоединить ваш iPhone к зарядному устройству, либо к Powerbank, как у меня. Давайте мы сейчас его подключим. Вот видите, у меня сейчас 82%. И все, я подключил зарядное устройство. Вы можете подключить, допустим, к розетке обычной и оставить его в таком положении. Ничего не делайте, никуда не нажимайте, просто ждите, пока у вас загрузится новая прошивка. Весь процесс мы будем наблюдать в этом видео. Итак, прошло примерно 6 минут, и у меня пишется подготовка обновления. То есть, это означает, что сейчас iPhone скачал полностью прошивку и распаковывает ее для того, чтобы обновить на самую новую версию. Мы ничего не делаем, ждем, пока и контролируем процесс. Итак, прошивка у нас распаковалась, происходит проверка обновления, и телефон сам уходит сейчас в перезагрузку и перепрошивается. Нам остается лишь только контролировать сам процесс. Все, происходит перепрошивка. Ждем окончательного обновления нашего iPhone XR. Итак, наш iPhone обновился. До iOS 18.2.1 И давайте мы сейчас этот процесс проконтролируем. Заходим в основные, об этом устройстве и смотрим. Версия iOS 18.2.1 Это самая новая версия на момент записи данного видео. Давайте перепроверим обновления. iOS 18.2.1 Актуально. Все. Процесс обновления на этом завершен. Мы можем отключить наш Power Bank. И посмотреть, как в общем работает iPhone XR на 18 iOS. Как мы можем видеть, у нас все прекрасно открывается. Здесь все у нас хорошо. Еще раз. Плавность системы идеальная. Все прекрасно работает, без всяких проблем. Теперь, ребята, с чем вы можете столкнуться? В случае, если вы заходите в настройки, основные обновления ПО, и по каким-то причинам ваш iPhone не видит прошивку, либо скачивает прошивку очень долго, и вы не знаете, что с этим делать. В основном, ребята, проблема кроется в том, что ваш iPhone нужно просто перезагрузить перед обновлением. То есть, его нужно либо выключить, либо перезагрузить. Но лучше выключить. Смотрите, делается это очень просто. Мы скидываем сюда вот панель эту, и в iOS 18 добавили кнопку выключения. Выключаем. Так. И ждем несколько секунд, пока наш iPhone полностью выключится. И затем просто-напросто обычно его включаем, вот таким образом. Все, сейчас у нас iPhone перезагрузился полностью, и это должно помочь в случае, если у вас возникли какие-либо проблемы. Потому что по предыдущему видео очень много зрителей написало мне, что они не могут либо обновиться, либо у них зависает процесс обновления сам. То есть, я посоветовал просто перезагрузить телефон. Это помогает практически в 100% случаях. На этом процесс обновления у нас завершен. Всем огромное спасибо за то, что смотрите канал. Отдельное спасибо моим спонсорам канала, а в частности это WorldCoinsTV, который поддерживает меня уже 13 месяцев. На этом все. Увидимся в следующих видео.